Вновь приветствуем вас в студии телеканала Дождь. Продолжаем подводить итоги дня. Захватить Старую площадь не удалось. Акция протеста оппозиционеров перед зданием Центра сберкома в Москве завершилась едва начавшись. Участники планировали пройти маршем до администрации президента, но этому помешали сотрудники полиции. Наш коллега Родион Маринчев был свидетелем. Родион. Спасибо, Маша. По замыслу организаторов из движения Левый фронт, сегодняшняя демонстрация должна была стать своего рода акцией солидарности с американцами, которые вот уже полтора месяца проводят митинги «Захвати Уолл-стрит» в разных городах своей страны. Правда, перенесенная на российскую почву демонстрация была направлена в большей степени не против капиталистов, а против нечестных парламентских выборов. Именно поэтому решено было собраться у здания Центра сберкома, а потом проследовать к зданию президентской администрации, расположенной неподалеку. Однако накануне стало известно, что власти отказали в проведении пикета, и он автоматически стал несанкционированным. Тем не менее, организаторы все-таки решили собраться в условленном месте, однако людей пришло немного, всего несколько десятков. Репортеров и полицейских оказалось на порядок больше. Чтобы защитить от потенциальных вандалов здание ЦИК, стражи порядка выставили у входа кордон, а на противоположной стороне переулка разместились автобусы, готовые к приему задержанных. Акция началась точно по расписанию, ровно в семь. Активисты стали выкрикивать лозунги «Россия свободной выборы» и попытались дать комментарии собравшимся журналистам, однако все продолжалось считанные секунды. Наряды полиции начали затаскивать демонстрантов в автобусы, в итоге задержаны были семь человек. Вот характерная деталь, некоторые демонстранты принесли с собой маски небезызвестного англичанина Гая Фокса, который пять год назад сжег английский парламент. Вот оппозиционеров это один из символов неприятия власти. Задержанных увезли в отделение, после этого перед зданием Центра сберкома остались в основном полицейские репортеры. Но оставшиеся демонстранты, поставив их еще примерно полчаса, начали расходиться. О том, чтобы отправиться к администрации президента, уже не было и речи. Ну а на вопросы любопытных прохожих о том, что происходит, полицейские невозмутимо отвечали – снимают кино. Коллеги? Спасибо, Родион. Один вопрос задам еще, может быть, я как-то упустила. Судьба Сергея Удальцова после сегодняшней акции, он был в числе задержанных? Нет, он не был в числе задержанных. Он после этого давал комментарии журналистам и рассказывал, собственно, о своих соратниках, которые были задержаны. То есть самого Удальцова на этот раз не задержали? Родион Мариничев о том, как в Москве тщетно попытались захватить Вторую площадь. Продолжение следует...